Тут нет политического посыла. Тут есть констатация исторического факта. Речь хорошего политика об историческом факте. Вот точка. Все. Нам же очень надо, чтобы найти какую-то проблему во всем. Если мы говорим о вопросах, надо о них говорить профессионально. Нельзя говорить на уровне «мужики пробовали, хвалили». Проблемы Крыма и Донбасса – это на много лет вперед. Что даст эта вещь политически? Политически это напомнит просто о Крыме, нам здесь, по Украине. Он должен просто их поддерживать, да, там. Ну, и объяснять, что там не надо пересекать границу. Приветствую зрителей Политека Онлайн. В студии Инга Мизерия, Пача Корчелава, экспресс-атташе посольства Грузии в Украине. Гость нашего эфира сегодня. Здравствуйте. Добрый день. Пача, давайте начнем с Крыма. Рифат Чубаров, председатель Меджилиса Крымско-Татарского народа. Он объявил, написал официально на своей странице в Facebook, что 3 мая пройдет колонна, это будет марш ненасильственный в сторону оккупированной части Крыма. И вот участники совещания определили 3 мая 2020 года датой пересечения участниками международной мирной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации», марш «Донстоество» административной линии между Херсонской областью и оккупированным Крымом. Ну вот, ваша реакция на эту ситуацию, чего вы ожидаете от того, что будет? Мне просто не совсем понятно, собираются они или нет пересекать границу административную. Смотрите, давайте скажем так. Крымские татары являются аборигенным населением полуострова Крым, да? Исконным. Имеют ли они право... Коренной народ? Да, коренной народ. Ну, аборигенное население это называется на языке его. Имеют ли они право там на свой протест, да? Имеют, безусловно. Правильно ли, что они делают? Время от времени напоминают о проблеме Крыма. Да, это правильно. Просто мне непонятно, по информации собираются ли они пересекать аннексированную территорию, ну, границу с аннексированной территорией или нет, административную. Ну, если будут пересекать, мы все понимаем, что российские власти будут очень жестко этому противостоять. И, в принципе, сил противостоять российским властям на аннексированной территории у нас не существует. Ну, вот это объективная реальность, как это будет выглядеть. Если речь идет о том, что дойти до нашей админграницы, там, развернуть плакаты и протестовать, ну, это нормально. Люди имеют на это право, потому что это ихня родина, им болит. Потому что они очень долго провели там в переселении, да, многие годы. Они еле-еле там в момент распада Советского Союза смогли начать возвращаться на свои родные земли. Это очень болезненный процесс. Я, например, там являюсь беженцем с Абхазии, я даже это не скрываю, и я 27 лет не могу попасть в свой город. Это болезненно. Для этих людей, для которых это горячие раны, для них это еще болезненнее. Поэтому, тут, знаете, тут есть там, что даст эта вещь политически? Политически это напомнит просто о Крыме нам здесь по Украине. А больше, как бы, эффекта политического от этого не будет. Просто мы еще раз вспомним, что у нас есть аннексированная территория, и что у нас есть народ, который не может попасть на свою землю второй раз за последние, там, 80 лет. Если это все-таки будет переход административной границы... Я не думаю, что российские власти этого допустят. Власти, которые производят аннексию Крыма, они этого на этом этапе не допустят. Вот Сергей Лямец в нашем эфире говорил о том, что это может быть вот вторая такая, керченский проход кораблей, да, когда захватили моряков, здесь могут захватить крымских татар. Задержать. Ну да, по факту захватят это, превратится в проблему, но я не думаю. Я думаю, что у организаторов самого этого марша, там, или акции протеста, они это понимают четко. Ну, понятно, что, то есть, не забывать об этой истории надо, делать надо, но, там, подвергать опасности жизни, там, крымских татар этого делать, наверное, не надо, потому что все еще раз... у любого эксперта можно спросить или специалиста, все вам скажут, что российские власти будут жестко реагировать на эту историю. Потому что, ну, вот так они заточены изначально. Мы можем взять, там, любую историю каких-нибудь протестов, которые происходили в РФ, и увидеть, как это все заканчивалось. Как вы думаете, вот, на этой акции протеста заинтересуются ли ей такие политики, например, как Петр Порошенко? Я не знаю, об этом надо Петра Порошенко спросить. Что должен, на ваш взгляд, и должен ли Владимир Зеленский как-то реагировать на это заявление, этот анонс? Я думаю, во-первых, он должен просто их поддерживать, да, там, ну, и объяснять, что там не надо пересекать границу. Уже могут быть проблемы, потом это превратится в проблему Владимира Зеленского, потому что надо будет решать что-то с теми людьми, которых при пересечении могут задержать. Ну, понимаете, большая политика – это очень сложная штука. В ней нет единого рецепта решения. Если к вам придет какой-нибудь человек и скажет, что у него есть рецепт решения всех проблем, это неправда. Каждая проблема или каждая вещь очень индивидуальна, и к ней есть много подходов. Мы с вами несколько лет разговариваем в этой студии, я вам все время говорю, что проблемы Крыма и Донбасса – это на много лет вперед. Они могут видоизменяться, могут наставать разные времена, потепление, похолодание, активизация, более горячая фаза конфликта, более холодная. Эти проблемы будут. И нет уникальности той или иной проблемы. Там, где Россия создавала проблемы на постсоветских территориях, эти проблемы одинаковы. Сейчас много раз обсуждают, что ушел Сурков, не ушел Сурков. Так что Сурков не являлся производителем российской политики в отношении постсоветского пространства. Производителем российской политики в адрес постсоветского пространства являлся коллективный Кремль. И будет там Сурков проводником этих вещей или не будет, никто не знает. Сурков уходил уже, на моей памяти, в отставку раз в восемь. Но если вы откроете биографию Суркова, он четко все время рядом с Путиным. Путин уходил в правительство на четыре года во время Медведева. За ним уходил Сурков в правительство. Путин возвращался в Кремль, за ним возвращался Сурков. И какая разница, будет Сурков официально, лично курировать это направление или не будет? Ну, будет Козак. Посмотрите историю Козака по Чечне. Ничем не лучше. И это абсолютно наивность верить в то, что там какие-то определенные лица сказал, вот именно вот так, а не вот так, что это мантра такая. Если он придет и вот так скажет, допустим, президент, тогда все будет по-другому. У нас общество все еще в иллюзиях живет. Мы живем в мире, где анонимные телеграм-каналы становятся частью политика, идиотизм. Как может политику производить что-то, чего на свете не существует? Ну, ведь получается, вот те же все эти пленки Гончарука, которые появлялись и, похоже, будут еще появляться. Знаете, что произойдет в нормальной стране, если частный разговор премьер-министра в кабинете, даже деловая его встреча будет опубликована? Сколько голов улетит, как вы думаете? Во всех службах. Вам не кажется, что это смешно? Все. В стране, в которой не могут обеспечить безопасность разговора премьера или люди, которые... Я не знаю, что там произошло. Кто-то записал акт. Извините, но если вы послушаете большинство государственных совещаний во многих других странах, вызовов и проблем у всех стран много. Украина не единственная страна. И бывают очень разные обсуждения. Но выливать это в сети? Я считаю, что... Рано нам задумываться о том, вообще, как... Мы же понимаем, что если слушали одно, то, в принципе, те же самые анонимные телеграм-каналы могут обладать всю информацией о государственной тайне. Да. Да. Ну, тут тогда вопрос о том, что произошло сейчас. Ведь мы же понимаем, что меняются министры, меняются советники, меняются президенты, депутаты, а, в принципе, госохрана и вот этот все аппарат, они же не меняются. Точно так же, как не меняются уборщицы. Ну, то есть, почему мы не слышали пленок Кицунюка, почему мы не слышали пленок Гройсмана, почему у нас такое огромное количество пленок Гончарука? Значит, они никому не мешают. Значит, где-то что-то происходит такое, когда человек мешает. Ну, в каком случае начинают на людей собирать компроматы? То есть, какой безопасности и никогда не было, получается, вот этой вот безопасности не было? Просто раньше их, например, пленки продавали непосредственно тем, кого записали? Она была всегда, по сути, в Украине нормальная система государственной безопасности. Да, ее надо развивать, ее надо усиливать и так далее. У нас очень нормальные службы. Поверьте мне. Я видел, службы гораздо слабее. Но проблема состоит в том, что у нас слишком большое влияние экономики, экономических кругов, да, олигархических кругов на политику. Проблема итальянской мафии в годы ее большого рассвета состояла в том, что она никак не могла пройти в правительство. Она там находила какие-то там лазейки, были какие-то люди с ними связаны. Но массово во власть она пройти не смогла. А у нас проблема в том, что у нас очень глубоко во власть проникли бизнес-структуры. Власть и бизнес – это две разные структуры, помогающие друг другу. Ну, не может там… Посмотрите, как Путин в свое время разобрался с проблемой олигархов в России. Помните? На примере Ходорковского? И Бориса Абрамовича Березовского. Там еще было несколько примеров, но они поменьше были. Ну, Гусинский, НТВ, да. Да. Все. Теперь бизнес – это бизнес. Да, он подвластен. И там тоже неправильная форма. Правильная форма там в той же Германии, когда бизнес, он официально говорит, мы поддерживаем такого-то политика, мы даем ему на предвыборную кампанию. Это все идет абсолютно в белую. Мы же обелиться не хотим. Потому что если мы обелимся, то мы увидим, что не так уж и плохо обстоят наши дела. Ну, по поводу России и олигархов, все-таки сколько подсчитывали там тот же Крымский мост, сколько на нем ушло денег? Послушайте, любой объект, вот смотрите, вот у вас же есть квартира, Инга, да? Есть. Вы ремонт делали? И сколько раз вы пересчитывали смету? Только честно. Ну, было. Было? А вдруг вы хотите сказать, что в мире везде так происходит? На любом объекте, который вы строите, смета пересчитывается. Потому что бывает, вы хотите что-то получить по одной цене, а оно вдруг становится другой цены. Есть такое? Или вы хотите? Ну, там, я помню, они, кажется, там в 10 раз начали не заявленную первоначальную цифру. Нет, ну там в 10 не было. По сути, ну, я сейчас не хочу защищать Крымский мост и господина Путина. Ну, ну, это не мое дело. Нет, я просто говорю о том, что олигархи и вопрос вот вот этой коррупции и инженерации остался. Послушайте, если вы хотите применять новые технологии, вот всем очень нравится, там, китайцы строят за... За сколько дней больницу строят? За 7 или за 8? Да, да, что-то они, по-моему... Ну, только никто не говорит вслух, что это просто разборная временная конструкция. Они временную ее строят на время вируса. Они ее построят, потом разберут, потому что это нельзя применять постоянно. Если мы говорим о каких-то больших капитальных проектах, то это стоит больших денег везде. Я вам могу сказать, смета по Суэцкому каналу в свое время менялась несколько... Там 64 раза менялась смета. Потому что там очень сложная конструкция, они считали, потом на деле оказывалось, что это так не работает. Вы не можете, вот посмотрев вот на какой-то участок земли точно рассчитать, или там участок воды точно рассчитать, сколько вам это обойдется. К сожалению, нету таких специалистов, которые приходят и могут в точности вам назвать смету. Потому что в процессе строительства могут возникать там какие-то вещи, там но не такое, тут то не так, течение не так идет. И так далее. Просто если мы говорим о вопросах, надо о них говорить профессионально. Нельзя говорить на уровне мужики пробовали, хвалили. А у нас же как говорят? У нас именно так и говорят. И народу это заходит. Это национал-социализм в лучшем проявлении. У нас... Ну на самом деле, ну не все так просто выглядит в мире. Нигде в мире никому денег не дают просто так. Ну еще раз говорю, даже на уровне простой квартиры, когда вы делаете ремонт в простой квартире, у вас 200 раз поменяется все. Начинаете вы с того, что я вот здесь хочу дубовый паркет, там это то, а приходите к тому, да нет, вот здесь ламинат постелим, это и почему-то все равно дороже, чем я планировал. Ну давайте поговорим о политике уже, чистой политике. Владимир Зеленский был в Польше, он встречался с президентом, он сделал заявление, что в принципе сговор двух тоталитарных держав Советского Союза и фашистской Германии, нацистской Германии, они в принципе и развязали Вторую мировую войну и дали, скажем так, старт Холокосту. Сейчас сложные отношения у Польши с Россией, а Украины сложные отношения и с Польшей, и с Россией. Вот его выступление, в какую сторону он нас двигает? А что он сказал неправду? Ну вот мы с вами два образованных человека с ним беседовали. Существовал ли пакт Молотова-Риббентропа? Существовал или нет? Существовал. Существовал. Были ли в пакте Молотова-Риббентропа скрытые приложения? Были. Все признают. Все признают. Если дальше говорить об историках, вообще во время Второй мировой войны, во время начала Великой Отечественной войны, произошла удивительная вещь. Когда немцы ударили, Советского Союза очень много военных частей было подтянуто к границе. Это не происходит просто так. Я просто не хочу дальше в эти исторические дебри идти, потому что я могу там с историками поговорить. В принципе, господин Зеленский, я не являюсь ни сторонником, ни членом его партии и так далее, он сказал все правильно с исторической точки зрения. У нас появился какой-то мораторий на правду. К чему привело то, что изначально существовал пакт Молотова-Риббентропа? Привело к желанию Гитлеру развязать мировую войну. И дата ее начала 39-й год. Именно тогда, когда начался раздел Польши. Что неправду сказал господин Зеленский? Вопрос же не в правде или неправде. Вопрос политических посылах международных. Тут нет политического посыла. Тут есть констатация исторического факта. И он констатирован абсолютно правильно. Знаете, я тоже заканчивал советскую школу. И меня учили по советским учебникам. Там было немножко другое написано. Это правда. Только процесс самообучения – это незаканчиваемый процесс. И в современном мире, когда почти все открыто, и это даже российские историки не отрицают. У российских историков есть немножко преломленные такие видения мира. Они пытаются манипулировать историей. Но этим манипулировать нельзя. Этот пакт существует. Даже я в школе учила вероломно, без объявления войны, в 4 утра. Да, это правда. Без объявления войны, внезапным ударом. Это правда. Это какой год уже? 1941. А существовал еще 1939 год. Да, 1 сентября 1939 года. Все попутал. Был 40-й еще посередине. Там тоже много событий происходило. Понимал ли Иосиф Виссарионович Сталин, что происходит? Да, понимал. Он верил, что у него была договоренность. Я с многими историками по этим вопросам общался. И историки же они очень дотошные. Они много всего находят. Они, например, многие историки знают ту деталь, что Иосиф Виссарионович Сталина в 1941 году будили, когда произошло нападение. Потому что психологически они так строят. Они говорят, что человек, который понимает, что происходит в мире, возле его границ, он бы так спокойно не спал бы, зная сущность Сталина, изучая. Он надеялся на ту самую договоренность. Поэтому ничего. Еще раз говорю, я не очень люблю кого-то оправдывать или что-то. Но Зеленский исторически сказал все очень четко. Я понимаю, что многих не отпускают советские учебники истории. Но медицина меняется. Инженерия в мире меняется. Мы живем в смартфоне. Все поменялось. Историю уже утаить нельзя. А современная история... Знаете, тяжело рассуждать об истории до нашей эры. До X века, до IX века тяжело об истории говорить. Мало источников, мало доказательств, мало документов. Больше гипотезы существуют. А это вот. Давайте тогда я задам вопрос по-другому. То, что сказал Владимир Зеленский. Это просто хорошая речь, написанная правильным историком. На основании этих исторических фактов. Или это все-таки политика. Ну вот. По сути, история... Это хорошая речь политика об историческом факте, в котором он принимал участие в памяти жертв Холокоста. Это хорошая речь, хорошая политика об историческом факте. Вот точка. Понимаете, нам же очень надо, чтобы найти какую-то проблему во всем. У нас люди верят в вещи, которых быть в природе не может. Вот закон физики это отрицает. Они верят, что существует там какая-то категория людей, которые могут ходить по воздуху. Не могут люди ходить по воздуху. И так далее. То есть, у нас люди очень многое пытаются там отрицать. Ну, мы живем в мире, где люди по сей день верят, что... Не знаю, там... Можно построить церковь, и тебе все грехи простит Бог. Это было бы удобно. Но так это не работает. Батя, давайте вот, чтобы мы суммировали, наверное, здесь сказанное. Вы вот за, ну, еще сколько, 9 месяцев, да, или 10-9, президент Владимир Зеленский, у вас уже сложилось впечатление о нем, как вот, о политике международного уровня? У вас ясна его позиция? Пока молодой политик, учащийся... Он пока... Знаете, что такое опытный политик? Это Черчилль, по-моему, говорил, что... Это человек, у которого кожа толще, чем у носорога. Он пока обрастает этой кожей, он еще не стал опытным политиком. А для того, чтобы стать политиком международного масштаба, для этого нужно время. Знаете, когда-то Эдуардо Авросевича Шеварнадзе, будучи министром иностранных дел, спросили, что он думает о Гельмунде Коле. Шеварнадзе был мастером фигуральной речи. Он сказал, что Гельмунд Коле – это большой корабль в океане, политики и так далее. И журналист его тут же спросил, говорят, а что вы думаете о себе? Шеварнадзе тогда только-только стал министром иностранных дел СССР. Сказал я, говорит, я пока маленькая лодка, но учтите, лодки бывают и подводными. Поэтому посмотрим, ну он сейчас только учится. Нельзя за 8-9 месяцев выучить глобальную международную политику, когда ты занимался до этого совсем другим делом. Так, какой-то момент старания я вижу. А что будет дальше? Ну, время. Анализу это пока не поддается, потому что анализировать можно только работу механических или электронных предметов. К сожалению, человеческие эмоции, они сложно поддаются анализу. Когда-то Довлатов пытался анализировать отношения мужчин и женщин и говорил, что женщины очень любят мерзавцев, но не всем дано стать мерзавцем. Поэтому анализировать человеческие эмоции, отношения, какой выйдет политик, насколько он будет, это сложно. Батя, большое спасибо. Батя Корчелава, экспресс-атташе посольства Грузии в Украине, был гостем нашей студии. Смотрите нас в Ютьюбе, на Политеку Онлайн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Мы благодарим всех, кто нас смотрит. Не пропустите наше новое видео. До свидания.